так доброе утро дорогие друзья всем доброе утро мы продолжаем изучать тора я вернулся в иерусалим эти уже вид другой фон другой и а текст тот же знаете как и мне это напоминает когда-то видел фильм про сеньор робинсон только современная такая итальянский был фильм по моему итальянский французский как он попал на необитаемый остров и как он утром приходил он сделал себе театр на необитаемом острове он сделал себе театр то есть даже когда он оказывается в абсолютно новой обстановке он делает себе то же самое к чему он привык и вот этот вот сеньор на робинсон он сделал себе театр на необитаемом острове и вот как-то такой момент он уже там несколько лет и он приходит утром садится И как будто бы он разговаривает Со своими соседями Всем шалом, доброе утро, привет Привет Михаил, привет Яков Все И значит он садится в этом Как будто бы в своем кинотеатре Или театре И говорит А какой фильм сегодня показывают И как бы сам все отвечают Опять море Он сидит смотрит на море Очень смешной был фильм Как я вот запомнил, что он был смешной И он показывает Вот как вообще устроен человек Хорошо, мы продолжаем изучать У нас уже, как Яков Шатанин посчитал Уже более 600 уроков моих Прошло на Ваикре Это долго Это много, 600 Я не знаю, где он взял эту цифру Но как мы закончили уже изучать Каэлит Я точно знаю И я написал книжку Мы уже закончили один раз изучать Мишли Это мы уже изучаем второй Второй раз повторяем Получается И мы изучали Перте Вот это точно помню Вот сегодня утром думал Что дальше изучать Когда мы Мишли закончим Я хочу с Божьей помощью Написать книгу тоже по Мишли То есть все вот эти вот наши уроки Расшифровки Они потом выйдут как книга С Божьей помощью Думаю, что До Рашашина мы закончим И потом я хочу Чтобы мы прошли Есть книга Митцвод Акацар Хафецхаима То есть это те заповеди Которые актуальны в наше время И чтобы сделать Прямо такие вот Понятные уроки Как Как выполнять заповеди Что выполнять Как выполнять Что не выполнять То есть Что запрещено И так далее Хорошо Мы сегодня дошли до пятнадцатой главы Пятнадцатая глава Два первых отрывка Мы прошли в прошлый раз Что Первый отрывок был Что мягкий ответ Он укращает внутренний гнев То есть если человек разговаривает мягко Он укращает внутренний гнев А жесткий ответ Он поднимает ярость Поднимает у человека внешний гнев Ярость И мы значит изучили Все про гнев Не все Как это происходит Второй был отрывок Как Чем отличается Алашон Язык мудрецов Хохамим Это мудрецы Торы Они украшают восприятие То есть они на каждую вещь Ведь можно назвать Например Там Какой Какой сегодня день И можно сказать Сто разных прилагательных Чтобы описать Какой сегодня день И вот Язык мудрецов Он улучшает Восприятие Потому что Они восхищаются Тем Как Бог сделал Я помню Равис как Зильбер За царь Загранод свидетель Враха Он заходил К себе в квартиру Такая обычная Обычная квартира Без ремонта Без ничего В Иерусалиме И он вот так вот Смотрел Говорит Вот хорому У меня Говорит Прям вообще Хорому У самого царя Давида Таких не было У него же электричества Это не было И Это же правда То что он говорил То есть Царя Давида Не было Трехкомнатной квартиры В Сан-Эдре Морхэвет Понятное дело У него не было Электричества Но вот он Это называется Язык мудрецов Улучшает Восприятие И Он Например Там Хлеб Макал Пепси-колу Так вот Его кусал И говорил Вообще Это Ган-Эден Райский вкус Ну действительно Пепси-кола вкусно Хлеб вкусный Особенно учитывая Что он Три года в ладере Голодал То он может Почувствовать разницу Между Голодом И Хлебом С Пепси-колой Это мы уже изучили На прошлом занятии Язык Мудрецов Улучшает Восприятие Род Ксилим Ксилим Это грешники По вожделению Ябе Ивелет Он Изрыгает Как бы Выражает Ивелет Сомнения Скептицизм Есть Третий Просматривается Но с другой Для того В разных Улучшениях Получается Потому что Душа Ивелет Потом есть каскадные, там каскадная такая система, где божественное проявление, как бы по каскадам, все более уплотняясь и усложняясь, доходит до вот этого вот момента пересечения духовного мира и материального, и что ничего в материальном мире не происходит без того, чтобы изначально корень всего материального, он находится в духовном мире. Теперь получается, получается интересная вещь. Тогда нам становится понятно, что в любом месте глаза Бога просматривают мироздание, то есть вот этот вот, это как рентин, то есть духовное, оно пронизывает все мироздание, и оно пронизывает и просматривает и плохих, и хороших. Что значит плохих и хороших? Есть ли у лисы, которая залезла в курятник, понятие о добре и зле? Нету, она просто хочет кушать, и она залезла в курятник и съедает, съедает она там этих цыплят. Жалко ей цыплят? Не жалко она. Ей даже и не радостно, и не жалко. Она просто наелась лиса, и отлично. Так ее создал Бог, так она запрограммирована, эта лиса. В какой момент появляется добро и зло? Добро и зло появляются в момент, когда Бог в момент сотворения мира, для того, чтобы взаимодействовать с человеком на каком-то понятном языке, дал ему свободу выбора и назвал какие-то действия добром, какие-то действия злом. Это был его выбор, выбор Бога, назвать добро добром, а зло злом. И он дал человеку возможность свободы выбора выбирать между добром и злом. И даже он ему дал такую способность, это то, что человек создан по образу и подобию Бога, менять местами добро и зло. То есть давать возможность, это то, что змей сказал первой женщине Хаве. Он сказал ей, когда ты съешь от дерева познания добра и зла, ты станешь как Бог, создающий добро и зло. То есть не только Бог мог в этом мире, сказал змей, установить, что это добро и это зло, ты тоже можешь совершенно спокойно сделать то же самое. Так он объяснил женщине и она сказала, да, действительно, я могу тоже стать как Бог. И в этом и заключается вопрос веры. То есть у человека есть способность, человек тоже творец. И человек может узнать, что Бог сказал о добре и зле, а потом для себя принять решение, сделать выбор, идти по системе Бога или создавать свою систему, или идти по системе Карла Маркса, Зигмунда Фрейда в, я не знаю, какие еще есть системы, Майкла Джексона там или еще кого-то. Теперь, но в любом месте мы должны знать третий отрывок. В каждом месте реальности, в какой бы человек ни находился, Бог просматривает и он видит твой выбор. И твой выбор, он все равно наполняет силой, потому что без того, чтобы Бог каждую секунду поддерживал существование человека этого мироздания, ничего не состоится. И как раз это была претензия, когда первый человек, он сделал то, что Бог ему запретил сделать, то есть сделал зло. И когда первый человек нарушил то, что Бог ему сказал сделать, он ответил Богу, послушай, какая ко мне претензия? Это та женщина, которую ты дал мне, она мне сказала кушать, то есть все все равно от тебя. И добро, и зло, и каждый мой поступок я не могу без тебя сделать. За что меня наказывать, если ты же сам дал как бы ледитимацию моему поступку? На что ему Бог ответил, за все есть ответственность. За все есть ответственность и в каждом месте Бог просматривает все поступки человека, наполняя их силой. Но в ответ все равно, а коль цафуй, сказал нам в перте, вот мудрец. Все просматривается. И все, итоговый вариант, это идет по действиям, которые делает человек в этом мире, как компьютерная игра. То есть ты выбираешь между добром и злом, ты делаешь действия, и ты получаешь результаты своих действий. Все очень честно, понятно и четко. Все, это так можно понять этот отрывок, третий отрывок 15 главы, что в каждом месте Бог нас просматривает. И хорошие наши действия и плохие все Богу не просто видны, они не снаружи видны, они ему снутри видны. Он их и делает, можно сказать, через нас. А кто получает награду, награду и наказание получают люди. Я сейчас вспомнил, очень интересно, мы учили в Каэлите, в Экклезиасте, мы учили в конце, там есть такой отрывочек, да, заканчивается Экклезиаст словами. В конце концов, все понятно. И дальше там идет продолжение. И здесь все понятно, все полностью совпадает с тем, что мы учим здесь, кроме одной интересной вещи. А за что за хорошее он будет судить-то? Почему он должен за хорошее судить? Ведь хорошее-то, это же доброе. И там объясняет Раши, что он говорит хорошее, бывает, что человек, само действие хорошее, но Бог же знает намерение, с которым человек делает это действие. Он же знает его внутреннее. То есть, Бог, он как бы просвечивает все, даже корень действия, даже начало действия. Для чего он это делал? Понятно. Я, кстати, в этот момент у меня вот, я вспомнил, что я должен был в начале урока сказать, сегодня, сегодня Йорца, это годовщина смерти моей бабушки, вот нашей бабушки, Бася, ее звали, Бася, дочка Лея, и папа ее звали, Бася, Мардыхай звали ее папа, Бася Михаил, Михаил, Михаил звали ее папу. Значит, Бася, Бат Михаил и Бат Лея, так ее звали, она была очень хорошая, добрая женщина, и, значит, чтобы был сегодняшний урок Торы в Лейлу Нишамаш, для поднятия ее души, то есть, когда человек умирает, его потомки изучают Тору, делают добрые дела и так далее, то это поднимает душу человека на Йорцайт, годовщина смерти, то как бы идет заново пересчет того, что человек сделал в этом мире, и действия его потомков становятся для него основанием для перехода в следующие духовные уровни, поэтому в Йорцайт мы наоборот не плачем, вот кто-то как будто жалко бабушку, ну, чего ее жалеть, она в 2002 году умерла, в счастливой старости, в возрасте 87 лет ей было тогда, и дай Бог, чтобы ей дальше было хорошо, у меня были прямо чудеса, когда она умирала, я тогда только начал учиться в Ешиве, и как я пришел там к одному раввину спросить, что мне делать, он мне сказал, въезжай в Германию, она была в реанимации, сказал мне, что сделать, какие-то действия, там, очень я видел, как действительно Тора делает чудеса, и вот я все равно, она правда умерла, но до смерти я еще раз убедился, до ее смерти, что, что вот Бог Тора, заповеди, это, ну, это главная сила в мире. Хорошо, значит, сегодня вот Лейлунь, для поднятия ее души, Бася Батлея, Бася Бат Михаил, Михаэль, значит, чтобы была ей, чтобы ее не шмота, говорят, чтобы ее не шама, чтобы ее душа была привязана к корню всех душ, и находилась в месте, где находятся праведники, вот это очень важно. Хорошо, теперь, давайте, четвертый отрывок, мы сегодня еще успеем, четвертый отрывок такой, значит, Марпелла Шон Эцхаим, мягкий, Марпелла Шон Эцхаим, мягкий, исцеляющий язык, это древо жизни, Веселевба Шевер Баруах, а тот, кто искривляет свой язык, значит, у него переломан дух, сокрушение духа. Вообще не понятно, ну, то есть, это как, если уже понимать каждое слово, уже становится более-менее понятно. Вот смотрите, значит, Марпелла Шон, мягкий, мягкий, исцеляющий язык, это древо жизни. Значит, это уже мы понимаем, что имел в виду царь Сламон, когда говорил древо жизни, потому что в другом отрывке говорится Эцхаим и Лемакзитим Ба, то есть, Тора это древо жизни для тех, кто за нее держится. Получается, что когда человек говорит языком Торы, то это для него становится как древо жизни, это оживляет его, и что значит говорить языком Торы? Это говорить мягко и кротко, кроткий язык это древо жизни. Естественно, что Тора, она очень четко регламентировала запрещенные слова, то, что запрещено говорить. Запреты истории, злоязычие, это говорить людям, даже если это человеку говорящему кажется, что это правда, но вещи, которые другого позорят, унижают, оскорбляют, это запрещено говорить. Причем приравнивается, что тот, кто человека своими словами привел к бледности, к покраснению, ну то есть, он его позорил, то это как будто бы он его убил даже. Это очень страшный такой грех, и тот, кого позорят, это интересно, это огромные страдания для человека, которого другой человек позорит. И этими страданиями я когда-то слышал, что один мудрец, его там кто-то позорил, и он говорит, что для меня, ну любой же человек грешит, нет садика, который бы не грешил. И страдания от того, что тебя позорят, он говорит, для меня это самый простой вид страданий, потому что страдания от физической боли меня больше пугают, чем такие страдания. Но тем не менее, это реальные страдания. Поторе запрещено говорить людям неприятные вещи, которые их позорят, поторе запрещено передавать эти вещи другим людям, это называется сплетничество, рахилут, то есть, если кто-то узнал о ком-то что-то плохое и ходит, это распространяет, это запрет торы, нельзя быть сплетником. Дальше, поторе нельзя, ну естественно, нельзя врать, обманывать, и это все запрещено. Кроме этого, нельзя, мы уже учили в первом отрывке, нельзя говорить с людьми грубо, жестко, кричать и так далее. То есть, это все является запрещенными, запрещенными с точки зрения торы, проявлениями языка. Как правильно разговаривать, я как раз в комментарии размещаю, есть письмо Рамбана, был такой великий мудрец, письмо Рамбана своему сыну, где он объяснял своему сыну, как надо с людьми разговаривать, как надо себя вести. Это один из самых великих мудрецов торы, которые только есть. Теперь, значит, весел и вба шевер беруах. А когда человек говорит другим языком, то есть, он наоборот делает все, что я сейчас перечислил, то есть, он оскорбляет, жалуется, клевещит там и так далее. То есть, если он говорит все вот эти негативные вещи, то нам царь Соломон объяснил, что у него есть поломка в духе. Поломка в духе, шевер, сокрушенный дух, это очень интересно. У человека есть три части души. Есть часть души, которая называется нефеш, животная душа. Это то, что связано с телом. Есть часть души, которая называется роа, дух. Это намерение человека. Это то, куда он двигается. Это его желание, это его намерение. И третья часть это нешама, это божественная душа, это вот этот луч божественный, который уже соединен с духовным миром, с Богом. Теперь любой негативный язык, гнев, оскорбление, клевета и так далее, показывает, что у человека есть поломка в намерении, так объясняет Малбим, то есть его намерение, то направление, куда он двигается, оно очень сильно ошибочное, то есть оно реально, то есть у него сломан вот этот вот главный двигатель, который двигает его по жизни. И очень важно, очень важно на это обратить внимание, то есть то, как человек разговаривает внутри себя, то, как он разговаривает с другими людьми, это показывает сущность его духа, то есть куда он двигается. Или он двигается в сторону Бога, в сторону добра, в сторону света, или он в данный момент двигается в какую-то другую плохую сторону, и сам человек может это опознать, проанализировав свой диалог внутри, когда он сам с собой разговаривает, и свое общение с другими людьми. Да, и на этом мы сегодня заканчиваем наше занятие, да, то есть понятное дело, что теперь мне стало понятно, как соединяются эти два отрывка, третий и четвертый, потому что то, что человек думает и то, что он говорит, Бог наполняет силой. И если человек думает и говорит вещи, которые относятся к категории зло, с точки зрения Бога, то тогда, естественно, что Бог наполняет силой вот это вот зло, которое выбрал человек, потому что то, что человек говорит, это его стопроцентный выбор, то есть он полностью ответственен за те слова, которые он произносит внутри себя, и то, что он выражает тем более наружу. И поэтому, то есть получается так, что если человек выражает наружу и говорит себе негативные разные слова, то тогда, тогда это у него сломанный дух, ему срочно нужно выпрямить. А что является выпрямлением? Начало четвертого отрывка, исцеляющий язык древа жизни, то есть когда ты изучаешь Тору, когда ты изучаешь псалмы, святые книги, когда ты говоришь чистым языком Торы, то у тебя и мышление становится чистое, и ты исправляешь, получается, свой внутренний диалог и присоединяешься к Богу. Вот так я понял сегодняшний урок, спасибо всем благодаря вам, я тоже понял эту очень мощную, сильную идею, которая... Вот да, спасибо Светлана Карачева, вспомнила из псалмов. А, это то, что мы говорим в конце Амиды, в конце Амиды, да, просьба, которую мы просим, в конце каждой молитвы, три раза в день мы просим, чтобы Бог уберег язык мой от засловия, устамый от живых речей, да. Отлично, спасибо большое, что вы напомнили, это каждый день, три раза, когда мы молимся, три раза религиозные евреи молятся эту молитву, мы просим каждый раз, чтобы Бог остановил язык мой от злословия и устамый от лживых речей. Все, удачи, всем успехов, хорошего дня, радости, успехов, всего хорошего.